Это один из самых сильных пожаров на полигоне твердых бытовых отходов в Рыбновском районе, говорят местные жители. Им удалось снять происшествие на видео. Огонь разгорелся в пятницу, 13 сентября. Администрации Рыбновского муниципального района заявили, что пожара уже нет. Было возгорание, это еще было в пятницу. Пожар полностью потушен, никаких там проблем нет. Возгорание было, да, но такое, к сожалению, на свалках случается. Ситуация была полностью под контролем, привлекались силы и средства, согласно штатной ситуации. Однако местные жители говорят, что полигон ТБО горит до сих пор. Начался пожар в пятницу и тлеет уже четвертый день. Этот пожар далеко не первый. Местные жители говорят, что происходят они регулярно. Не первый год так вот бывает. Ну, в том году, допустим, в мае горел, я в бинокль смотрел. Мне дали ответ, что это горела трава вокруг этого полигона. Ну, какая трава, когда я в бинокль смотрел, полыхался сам этот полигон. Не первый раз. По рассказам местных жителей, полигон этот появился в 2005 году и предназначался только для Рыбновского района. Однако туда свозят мусор как с Рязани, так и с Москвы. Местные жители говорят, что порой по утрам у ворот полигона стоит несколько машин с мусором. Возмущающимся людям дали ответ, мол, частная территория и располагаться мусор может с любых районов. А пожары продолжались. И у местных жителей есть своя версия. Почему? Говорят, что этот полигон, насколько он был рассчитан, вроде бы он переполненный уже. А с Москвы эти громадные мусоровозы и прут, и прут, и прут мусор. Вроде бы его подоргли умышленно. Но это, я говорю, я такую информацию получил, но человек не может себя не назвать ничего, потому что он работает там. Наша телекомпания уже делала сюжет про полигон Эко, расположенный в Рыбновском районе. В 2018 году из-за жалоб местных жителей с проверкой сюда прибыли специалисты Роспотребнадзора, Росприроднадзора, судебных приставов и природоохраны прокуратуры было выявлено несколько нарушений. Одно из таких – это отходы, которые не включены в лицензионные условия, и размещать их здесь запрещено. Мы будем следить за развитием событий.